друзья сегодня пятница вечер 20 число уже солнце село и я быстренько выскочил из офиса чтобы вам показать как собирают рынок сегодня цены я вам показывать не буду а покажу как собирают рынок и самое главное многие хотели узнать где в алане продают ткани и пряжу поэтому сегодня в этом видео мы прогуляемся по пятничному рынку и дойдем до магазина с тканями и с пряжей в общем пятничный рынок уже собирают вот вы видите уезжают пустые машины с коробками пустыми осталось совсем немного товара и как я вам говорила в некоторых видео что лучше приходить к вечеру до к вечеру приходить лучше цены меньше но сами понимаете особенно летом когда например фрукты лежат целый день к вечеру они уже становятся никакие поэтому лучше приходить на рынок наверное часов часов 4 часов 5 все стараются все быстренько продать со скидкой и завтра воскресенье рынок уже будет в махмут варе вот вы видите прилавки пустые полу полу пустые прилавки кстати я сейчас не знаю снижает ли они цены к вечеру я думаю что это более актуально летом потому что летом на солнце на жаре фрукты и овощи портятся быстрее ну давайте посмотрим по ценам цены такие же как и как и в прошлом видео которое я вам показывала я думаю что можно дойти до клубнички сейчас посмотрим почем клубника вот вы видите зелень и клубнику продают полным ходом клубника 5 лир все я уже вышла с пятничного рынка сейчас мы прогуляемся по боковым улочкам здесь очень очень много магазинов всяких разных интересных вот я вам покажу где я нахожусь нахожусь я вот если идти с улицы ататюрка на углу находится регулярный магазин и сейчас мы идем прямо в ту сторону до магазина с тканями здесь на этой улице находится как я уже говорила очень много разных магазинов и ювелирки и магазины для охотников много разных кафе вот например есть магазин где можно купить все для охоты и для рыбалки цены не знаю приходите смотрите сами кого это все интересует даже есть ружья здесь есть небольшие кафешки кто спрашивал про кафешку вот например если вы пройдете вот туда в красном где вы видите там такие красные вывески вот там находится дешевая столовая вот здесь вот на углу тоже находится дешевая столовая которая вот напротив этого кафе находится здесь я не была но по ходу дела продают какие-то сладости что самое интересное еще здесь я обнаружила здесь открылся магазин где продают натуральный мед и сыр очень много разных видов сыра какие-то сухофрукты и натуральный мед вот кто спрашивал про мед видите здесь прям мед в сотах внутрь магазина и заходить не буду цены на мед я думаю что от 40 может быть 45 лир за килограмм вот такой вот сочный натуральный мед можно купить я думаю что вот это действительно натуральный мед качественный но что давайте пойдем дальше вот видите что у нас здесь творится на пятничном рынке машины люди кони продавцы покупатели в общем в пятницу здесь творится что-то непонятное вот такие вот товарищи продают всякие без девушки вот так вот выглядят боковые улицы и подъезды точнее входы в дома здесь можно купить различные шаровары какую-то турецкую одежду и вот здесь называем находится магазин с тканями бурса у джюс кумаш пазары где я всегда покупаю ткань к сразу скажу отзыва об этом магазине хорошие ткани здесь продают хорошие но здесь очень интересные продавцы то есть они могут вас хорошо принять а могут на хамить сейчас узнаем разрешат ли снимать внутри в общем никого в магазине нет я вот так вот пройду покажу вам здесь ткани от 10 лир огромный видов разных тканей можете прийти и выбрать все что хотите есть ткани для штор для мебели для одежды шок в общем очень 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 много видов ткани и кстати самые приемлемые цены вот такие с блестяшками есть самые приемлемые цены волани для штор я например покупала вот такие вот ткани здесь они по 30 лир метр хотя в других магазинах везде по 45 я оставлю ссылку на карту на этот магазин поэтому если вам нужны ткани приходите обязательно сюда еще один магазин для рыболовов здесь их несколько на этой улочки нижняя одежда нижнее белье и тоже какое-то кафе органические какие-то органические вкусняшки и аптека магазин очень много кстати вот здесь вот и дальше находится магазинов со свадебными платьями на этой улице вот непосредственно на этой улице находится магазин с пряжей а также на этой улице находится находится магазин с пряностями с различными приправами проходим вот мимо этого маркета и вот здесь вот расположен огромный магазин с пряностями если я правильно помню нет здесь уже все переделали в общем да вот в этом магазине можно купить много сухофруктов, различные орехи, различные пряности на разъезд здесь продаются. Посмотрите, очень-очень большой выбор чаи, да, ой, потрясающе. Я сама первый раз в этом магазине, но очень много здесь всего есть. Даже лавровый лист. Какой-то интересный чай. В общем, друзья, потрясающий магазин. Посмотрите, сколько всего. Здесь еще продают вот такой вот всякие разные турецкие сладости и сухофрукты. Кстати, цены очень-таки даже приемлемые. 50-60 лир за килограмм. Продают орехи, кофе. В общем, очень классный магазин. Обязательно тоже сюда заходите. В магазине меня очень заинтересовал шафран, потому что он был такого интересного цвета, оранжевого. Я спросила девушку. Вот, друзья, вот это вот, знаете, из серии, к чему некоторые иностранцы не могут привыкнуть в Турцию. Но если вы на это не обращаете внимания, то все у вас будет классно. Вот, смотрите, я спросила у нее, откуда везут шафран. И она совершенно свободно, смотря на меня, ответила, не знаю. То есть, друзья, ну, шафран, ну ты работаешь в магазине, ты продаешь шафран, и ты не знаешь, откуда его везут. Ну, не знает, вот. И я решила на обратном пути зайти и все-таки узнать, откуда они везут его. Может быть, сирана, может, турецкий шафран. В общем, не знаю. Узнаем. И был он достаточно недорогой, сто семьдесят лир за килограмм всего. А мы идем дальше по улице. Вот здесь продают какие-то ростки каких-то. Посмотрим, что это. Какие-то клубники. Ну, в общем, для садоводов. И здесь на этой улочке также очень много магазинов. И где-то здесь находится, вот там вот в конце находится магазин, магазин с пряжей. Сейчас узнаем. По-моему, где-то здесь, если я правильно пришла. Или его уже нет. Да, вот здесь находился магазин с пряжей. Или я пришла неправильно. Я думаю, что я неправильно пришла. Так, идем, значит, дальше. Вот видите, здесь тоже бутики с различными платьями, обувью. Тоже можно найти дешевую обувь. Но магазин был. Вот на этой улице тоже магазинчики. Но магазин с пряжей был где-то здесь. Я его всегда с трудом нахожу. Потому что была я там всего один раз. Скорее всего, где-то здесь он находится. Вот в тех магазинах, видите, там вдалеке тоже очень много магазинов и кафе. Там я вообще никогда ни разу не была. И магазин, вот, да, вот он магазин с пряжей. Смотрите, выглядит он вот таким вот образом. По-моему. Да, все правильно. Я зашла внутрь, проверила. Вот это есть магазин с пряжей. Здесь можно приобрести. Сейчас узнаю, разрешат мне снимать или нет. Но если что, в описании к видео смотрите, где находится этот магазин по ссылке. В общем, мне разрешили здесь снимать. И я сейчас вам покажу цены на пряжу. Чтобы узнать, сколько стоит пряжа, вот смотрите, мне объяснили, что вот эта вот цена 3,5 лиры за вот такой вот моток. Друзья, честно, я не разбираюсь с пряжей. Я не понимаю, где натуральная, где ненатуральная. Но вы видите, здесь очень много видов. Даже есть вот такая вот интересная, как травка. Много цветов есть, искусственная, натуральная. Вот такого вот плана какая-то такая интересная пряжа. Очень популярная сейчас вот такая пряжа. Но это даже не пряжа, а ткань, как макароны. В общем, очень много видов. И разных сортов. И попугайчик классный. Ну вот, например, такая пряжа стоит, сколько она? 3,5 лиры, 4 лиры. Вот такая вот, сколько она стоит, не знаю. Но я тоже думаю, что недорого. Потому что в этом магазине достаточно такие низкие демократичные цены. Здесь отовариваются практически все. Вот, например, такая пряжа 14 лир. Очень такая мягкая, приятная. 14 лир моток. 4,5 лиры. Можно, например, купить вот полный пакет. И этот пакет обойдется вам намного дешевле, чем покупать по отдельности. Или можно заказать пряжу. Ну вот я как узнавала раньше. Можно заказать пряжу. И вам привезут на заказ. Вот тоже какая-то такая интересная пряжа по цене 4,5 лиры. 5 лир. Ну, в общем, средняя цена на вот такой вот моток 3,5-4-5 лир. Вот есть по 7 лир выше. Поэтому я думаю, что я удовлетворила ваш интерес. Тех, кого интересовала пряжа. Вы видите, здесь ее очень много всякой разной. Поэтому можете прийти в этот магазин и купить. Ссылка будет, ссылка на это видео будет в описании. И продаются вот такие вот платочки. Поэтому приходите. Я думаю, что вы найдете здесь все, что вам нужно. Вот есть пяльцы, какие-то аксессуары. В общем, те, кто разбирается во всем этом рукоделии, я думаю, что смотря по видео, вы поймете, нужно вам или нет. Вот тоже такая прям как канат интересная пряжа. На пятничном рынке, я всегда говорю, что здесь много разных ресторанов. Вот вы видите, есть там ресторан, где можно покусать вкусные супы и недорого. Столовая, да? Это мало, конечно, похоже на ресторан. Но это ресторан столовая, я их называю. Здесь очень много таких столовок, где вы сможете покушать недорого, вкусно, а главное, свежую пищу. В предыдущих моих видео я показывала очень много таких мест, поэтому как они приблизительно выглядят, вы знаете. Вот здесь мастер по ножам. Многочисленные тут есть мастерские, очень много швейных мастерских. Продают дюрюмы. Народ сидит вечером, кушает. И здесь еще был такой магазин, где, кстати, я сегодня нашла магазин, где все по пять лир. Представляете, мы сегодня ездили в нашу типографию. Рядом с нашей типографией открылся магазин, где все по полторы лиры, пять лир, ну и там очки по десять лир. В общем, куча пластика, но все по пять, по десять лир. Я надеюсь, что у меня будет время, я туда обязательно съезжу и сниму видео. Вот такую вот небольшую прогулку мы совершили по пятничному рынку. Я показала вам магазин сыра и натурального меда, магазин со специями, магазин с тканями и магазин с пряжей. Я сейчас возвращаюсь обратно в офис и надеюсь, что... Да. И поеду домой. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, задавайте вопросы. Стараюсь снимать для вас видео каждый день, но не всегда получается, потому что очень-очень много работы. Ну а на сегодня всем всего хорошего. Пока-пока.